Так, всем привет! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня у нас с вами будет эфир на тему отката. Мы сегодня поговорим с вами о том, что такое откат, что этим словом называется. И небольшая сразу же расшифровка, что делать, когда вас как-то эмоционально накрывает, и вам ничего не хочется делать. Вот вы такой замечательный, прекрасный, проснулись рано утром, или, может быть, у вас вчера был замечательный день, вы были в таком приподнятом состоянии, настроении, и все, в общем-то, очень шикарно, и вдруг вы просыпаетесь, и вам ничего не хочется. То, что вас радовало, перестает вас радовать, вас все начинает раздражать. И порой просто это такое состояние, когда вот, ну вообще, вот все равно на все. То есть вас перестает что-то включать и что-то мотивировать. И обычно в таком состоянии ты не можешь себя понять. Ты задаешь себе вопросы, ну почему, ведь мне было так хорошо, ну так было классно. И обычно такие состояния, ну я не говорю о людях, которые вообще пожизненно так живут, мы не будем рассматривать вот этих вот товарищей, которых всегда все плохо. Мы говорим о людях, которые, в принципе, являются нормальными, которые периодически даже зажигаются как-то так ярко, внутренне, но при этом иногда пугаются тех ощущений, которые возникают после. И что вроде бы вчера ты весь был воодушевленный, у тебя все горело, а сегодня тебе как бы пофиг. И здесь у каждого свои происходят стадии, у кого-то пофиг прям конкретный, у кого-то прям так, знаете, ну такое легкое какое-то состояние. Кто-то вообще понимает, как у моей мамы была подруга, и я эту фразу услышала в 4 года, я ее запомнила на всю жизнь. Она сказала, я сейчас, Валечка, в таком состоянии, что даже если бы Алан Делон спустился на крещатик с воздушными шарами и закричал «людочка», я бы не встала. Вот это все время у меня в голове кружит фраза. Иногда, когда у меня бывает такое состояние, когда я устала, я все время вспоминаю эту интонацию, эту людочку, вот такая, знаете, она была крупная барышня, и понимаю, что, блин, наверное, я бы тоже не встала, ну потому что Алан Делон, наверное, герой не наших романов. Вот Ленардо Ди Каприо на «Титанике» это было бы совсем другое. Итак, что же такое вот этот самый откат? Кстати, если у вас есть по этому поводу вопросы или, возможно, подобные состояния, обязательно пишите, наш эфир будет интереснее, я буду вам по этой теме отвечать. Значит, вообще, откуда родился вопрос? Очень часто люди, которые у меня обучаются и изначально приходят, начинают обучаться на очень мотивирующей ноте, потом начинают чувствовать некое, испытывать некое чувство вины, и они так тихонечко, как правило, в личку говорят, «Толя, что со мной происходит?» «Мне вроде бы было так классно, я вообще так делился, у меня так все перло, и тут вдруг мне ничего не надо». То есть такой момент какого-то очень сильного скачка. Что происходит? Значит, я впервые о понятии «откат» услышала от своего тогда еще бизнес-наставника. Я приехала к нему на сессию коучинговую, когда я у него обучалась. Вот, это была закрытая коучинговая сессия для ограниченного количества людей. У нас было порядка десяти человек, и мы целый день, значит, отучились, и вечером договорились, давайте в ресторане встретимся где-нибудь. И вот мы приходим в ресторан, а его нету, и кто-то из парней говорит о том, что что-то ему нехорошо. И на следующий день мы с ним обедали, и я ему задала вопрос, я вижу, он как-то не очень хорошо выглядит, но так очень активно. Я ему говорю, что случилось-то вчера? Он говорит, а ты ничего, говорит, это типа я пятый день просто, значит, все время в активных этих «приступ сердца». Я говорю, в смысле «приступ сердца»? Он говорит, а у меня на откатах так всегда. Я так посмотрела на него, думаю, какие к черту откаты, что происходит. И он мне говорит, а ты как себя чувствуешь после того, когда ты выступаешь на больших сценах, например, или когда ты очень много отдаешь энергии? Я говорю ему, ну, не знаю, три дня лежу. У меня есть три дня восстановительный период. Это абсолютная правда. Я забыла спрятать попугаев, ребята. Одну секунду. Рекламная пауза. Ничего страшного. Это жизнь, друзья. Она такая, какая есть. Итак, и он говорит мне о том, что, значит, ну, у тебя есть такие ощущения? Я говорю, есть. Он говорит, ну, так откат. Он говорит, просто у меня жестенький, типа, откат. У меня, он говорит, такой напряженный график. Я ему говорю, ну, слушай, ну, мы же профессионалы, как бы. Ну, как, мы же там, типа, уже такие. Он говорит, ну, ничего, ты тоже придешь, типа, к таким откатам. Я говорю, в смысле? Мне будут скорую вызывать? Он говорит, ну, да, иногда капельницу. И он рассказал мне о такой штуке, что это бывает разного характера. Но, например, у людей, которые связаны с публичностью, это касается всех актеров, ну, вот всех таких, это история про то, когда ты отдаешь энергии больше, чем ты ее можешь получить. Просто вот ты выплескиваешься, тебя настолько драйвит, что ты потом чувствуешь такой эмоциональный откат. Вы же понимаете, что в жизни всегда есть вот этот баланс. Мы как ни крути, у нас всегда должен соблюдаться какой-то баланс. И когда ты слишком сильно выплеснулся, то идет как бы такой тебе фидбэк энергетический. У обычных людей, которые, ну, там, не связаны с публичностью, происходит другая штука. Вы можете очень сильно во что-то включиться, очень сильно чем-то загореться. Это можно вот, например, я сегодня занималась разборкой гардероба, и, знаете, вот бывает такой драйв, когда ты делаешь-делаешь, а потом в конце вечера себя чувствуешь так, как будто тебя кто-то открыл, например, и достал внутри. Не всегда, но так часто бывает с людьми. И для людей наступает такое паническое состояние, что произошло? Мне было очень хорошо, а сейчас стало никак. Ну, если сравнивать с сексом, тоже приблизительно похожая штука, когда сильно хотелось, а потом не хочется вообще. То есть, вот история о вот таком откате. И вы, прежде всего, должны понимать, что в тот день, когда вы проснулись, или в тот момент, когда вы чувствуете, что что-то, как вам кажется, не так, вам вдруг почему-то прям вот стало вообще пофиг, этого не стоит пугаться, и не стоит начинать искать какие-то причины внешние, почему это произошло, или думать, что вы какой-то неправильный. Первое – это нормально. Нормально, когда происходит тот самый откат. Это как будто бы вы энергетически оттолкнулись от стены. Вы неслись, 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 вы врезались, или кайфанули, прыгнули, как у воду, прыгнули, и потом вам нужно подняться наверх. Но что здесь важно? Прежде всего важно включать осознанность. То есть, когда мы понимаем, что с нами происходит, мы на это нормально реагируем. То есть, у нас нет какого-то шока. Помните, как у родителей, например, у ребенка, не знаю, животик твердый, и когда ты первый раз родила, бляха, ты думаешь, я только что, наверное, убила своего ребенка, что я с ним сделала, почему у него твердый животик, или почему он что-то сделал. Дальше уже все нормально. Ты уже понимаешь, что это нормально, что окей, можно помассажировать животик, и так далее, и так далее. То же самое происходит с нами. Когда мы с вами понимаем, что у нас могут быть такие скачки, и это нормально, мы живые люди, мы на это реагируем соответствующим образом. В чем тут моменты и нюансы? Ключевой момент, который вы должны запоминать, это то, что откат – это регулируемое вами событие. Ну, вот так это назовем. Регулируемое вами. То есть, точно так же, как и какое-то плохое настроение. Меня поражает, когда человек говорит, у меня плохое настроение, и он, это плохое настроение, живет этим плохим настроением. Меня часто спрашивают, Оля, бывает у вас какое-то плохое настроение? Ну, как бы, наверное, да. Но у меня, если что-то происходит такое, я себе на это даю очень мало времени. Чаще всего я сразу же переключаюсь, но если это, например, происходит, и каким-то образом я вовлеклась в какую-то историю негативную, эмоционально включилась, начала об этом думать, то я себе устанавливаю дедлайн. И самый большой дедлайн, самый большой дедлайн – это до завтрашнего утра, то есть до сегодняшнего вечера. Мне бы поскорее лечь спать, чтобы наступил завтрашний день. У меня никогда не начинается новый день со вчерашних приколов, со вчерашних откатов, со вчерашних каких-то обсуждений. Нет. Все. То есть это мой максимальный дедлайн. А очень часто я его себе оговориваю, полчаса у тебя на это, у тебя полчаса на то, чтобы похандрить. Когда вы себе даете такую установку, вы с одной стороны разрешаете, вы же не говорите, нет, ты не будешь этого делать, вы себе разрешаете, но с другой стороны вы своему сознанию и даете очень четкую установку. Да, я тебе разрешаю таким побыть, побыть в этом состоянии, но только это время. Час, полчаса, окей, до вечера мы ляжем с тобой спать, и утром мы проснемся, и наш откат закончен. Все. Откат – это управляемая вами ситуация. Как вы решите, так и будет. Не позволяйте себе превращаться в человека, который там откатывается 10 лет и все время говорит, почему. Но мы же с вами каждый день об этом разговариваем, что наши мысли – это некие вибрации. И что когда мы вообще переходим с вами на низкие вибрации, начинаем бэкать и мэкать, мы притягиваем все болячки, все проблемы. Наша эмоционизированная мысль, которая все время эмоционизирует, а мы обычно о проблемах думаем эмоционизированно, ну все, вообще полная занятость, вообще просто полный пипец. Вот у нас вот так почему-то. Мы редко когда говорим, ну да, такое, конечно, ну ладно. Не, у нас если драма, то прям вот если мама рассказывает вам о драме, она прям вообще со всех сторон это все происходит. Поэтому как люди, которые уже знают немножечко о силе разума, мы понимаем, что мы делаем очень опасно. Мы сейчас, если мы начинаем делать и разговаривать, и позволять себе вот вкапываться в драму, мы с вами как будто бы бросаем черные вещи в доме, где бегает собака, которая страшно линяет. И вот эти все ваши вещи, помните вот эта вот история, это вы бросили вещи, а туда ваша собака побежала или ваш кот, который линяет, и вы берете эту вещь, и просто вам хочется этого кота постричь, собаку выгнать, но вещи вообще спустить в утиль. Вот это такая же история. Думайте об этом. Каждый раз, когда вам захочется долго похандрить, понимаете, что потом столько надо всего этого разгребать. Да ну нафиг, да не буду, да не хочу, да спасибо большое, мне не надо. То есть будьте осознаны в этом. Понимаете, какие следствия будут. Поэтому проснулись или неважно, что-то произошло, вы чувствуете себя так в откате, в таком вот, вот такая эмоциональная иногда это пустота. Это даже не негатив, это такое зависшее состояние, если вы прыгали когда-то с парашютом, очень похоже, ты прыгнул, вначале это такой адреналин, а потом ты висишь в небе, просто висишь в небе, вот ощущение, что ты висишь, и ты кое-как ножками дрыгаешь, и не понимаешь, что происходит. Вот очень похожее состояние, и вы должны в этот момент понять, так, у меня происходит откат, окей, хорошо, я даю себе на это часик-два, и в этот момент, вот знаете, как в парашюте важно сообразить там, как вы будете приземляться, то же самое здесь важно сообразить, каким образом я выхожу из отката, как я могу себя переключить. Вот этот очень важный момент переключения, я всегда знаю, что меня переключают, у вас должны быть некие заготовки на переключение, например, я всегда смотрю, неважно, на этот YouTube-канал, или этого человека, или этот фильм, или слушаю эту музыку, у меня всегда после этого поднимается настроение, окей, значит, у меня это есть в таком моем загашничке, или у меня есть классная подружка, у меня есть такие подруги, которые звонят мне и говорят, Ольчик, надо срочно поговорить, если они так говорят, то, значит, вот им нужно в хорошем смысле меня использовать, я это прекрасно знаю, мне это нравится, они такие, давай, поговори со мной, и вот я поговорила, все, спасибо, мне хорошо, все, вот, возможно, у вас есть такие друзья, возможно, вы знаете, для кого-то это спорт, для кого-то это шоппинг, вот, пойти куда-нибудь в магазинчики, меня это переключает, например, очень сильно, мне это очень нравится, для кого-то это уборка, неважно, то есть, самое главное, чтобы вы, у вас вот это было, знаете, переключение, вы себя насильно, ну, как бы как насильно, то есть, вы знали, что это вот, как, знаете, как будто бы у вас воду надо бросить, а вы рыба, и вот вы в этом состоянии зависаете, и вам нужно быстрее дойти до этого океана и броситься в воду, и все, и когда вы туда попадаете, вы такой, хух, вас подключили к вашему кислороду, то есть это важный фактор, когда мы с вами взрослые и осознанные люди, а очень важно все время помнить, вот люди задают мне всегда вопрос какой-то там, а как мне это сделать, а как мне до вот этого сделать, а где мне взять мотивацию, ну мать твою, всегда отвечаю я вам, ну ты же взрослый, ты взрослый, и этот такой минимальный набор того, что ты можешь себя куда-то отвезти, можешь себе дать установку, можешь сам с собой поговорить, это как раз и есть проявление взрослости, ребенок, он все время, чаще всего ждет, что родитель скажет ему, что делать, если мы его особенно так воспитываем. А взрослый, это человек, который должен брать ответственность на себя, и поэтому, когда вы говорите, кто мне даст мотивацию, мне другие не позволяют, эти меня угнетают, ну в смысле, ну вы же взрослые, ну почему вам так нравится быть детьми? Вы взрослые, вы должны понимать, что я себя завожу в какое-то состояние, и я же себя могу из него вывести, мне для этого никто не нужен, я знаю, как себя вывести, с помощью конфеты, вибратора, мужика, не знаю, шмотки, массажа, книжки, ермиловой, чего угодно, какая разница, я взрослый, и я знаю, вы же, вот когда взрослым становитесь, вы знаете, вот эта одежда мне нравится, это не нравится, вот такие мне мужчины или женщины нравятся, такие не нравятся, вот так мне хорошо, а так мне плохо, вы же начинаете в этом разбираться? Конечно, вы в этом разбираетесь, вы идете, покупаете, я надеюсь, то, что вам нравится, а не просто то, что продается, так здесь точно так же, почему тогда в жизни, в своей, вы занимаете позицию, это со мной произошло? Первое, мы уяснили, я себя так чувствую, Оля сказала, что это откат, понятно, супер, я уже знаю, что такое, второе, меня накрыло, да, я ничего не хочу делать, я себе даю на это 2 часа, хорошо, но все-таки, что я буду делать? Я буду спать, я буду есть, я буду готовить, что я буду делать? Втыкать просто? Ну, окей, попробуйте просто повтыкать, попробуйте понаблюдать за собой, как будто бы выйти из своего тела и понаблюдать. Ваша задача это как-то прожить и понять, как вы проживаете этот период. У меня, например, в свое время, вообще, как я начала снимать много видео и почему в машине? Я в какой-то период своей жизни начала замечать, что я занималась свадьбами тогда, что, например, встречи с клиентами или там с подрядчиками, или иногда просто сидение в офисе в постоянной рутинной работе звонков, меня начинает стрессовать от этого. Вот тут что-то такое начинает происходить. И я для того, чтобы произвести какую-то себе психотерапию, садилась в машину, включала камеру и начинала разговаривать на какие-то темы, которые меня волновали. Почему было очень много видео там о клиентах, ну, я жила этим, да, и я рассказывала о продажах, о сложных, о легких, о том, как это, о том, как то. То есть меня это интересовало. И я стала замечать такую интересную штуку, что я сажусь в машину, еду, снимаю 2-3 видео в зависимости от того, куда я доехала. Потому что ехала я по принципу, куда глаза глядят и где-то в пробке застревала. Я могла записать до 8 видео за один раз на секундочку. Но после этого, когда я приезжала, у меня всегда был подъем. То есть я садилась в машину, как человек, которого вот все достали, а когда я выходила из машины, я чувствовала подъем. И я поняла, что, ёпсель, так меня это заряжает, оказывается. Оказывается, вот оно что, мне это нравится. И сейчас все происходит ровным счетом точно так же. Я сейчас, когда ставлю себе эфир в график, я знаю, что в любое время, в какое бы я его ни поставила, мне после будет очень хорошо. Потому что мне очень нравится это делать. Вот замечайте за собой, будьте взрослыми. И мои откаты очень часто уходят автоматически в течение часа, когда я веду эфир. Вот я чувствую, боженьки, я так устала, что-то там, то-то-то. Я такая, я бодрая, я бодрая, я бодрая, я включила эфир, блин, все, я зарядилась. Хотя, по сути, мы как бы с вами сейчас так сидим в кружочке, но ведь каждый из нас сидит в своем месте. Я сейчас сижу и разговариваю вообще вот в пустом, никого нету, да? Вот сидит девочка и какой-то прямоугольничек говорит. Ну, в принципе-то так. Но энергетически я вас чувствую, и вы меня чувствуете. Вам не кажется, что я просто сижу тут и фантазирую на тему? Нет, вы чувствуете, что я вам хочу что-то донести. Поэтому будьте взрослыми людьми и ищите, замечайте, смотрите, что вас включает. Чтобы в том случае, это помните, как сказка про мальчика с пальчика, по-моему, который разбрасывал хлебушек, значит, его решили завести в чащу леса, чтобы он там потерялся, по-моему, злая мальчика, какая-то такая история. И он бросал хлебушек. То есть он был не дурачок, он шел и понимал, что ему, блин, надо. Потом хлебушек съели, он понимал, что надо бросать камушки. То есть будьте взрослыми, думайте, так, мне от этого так хорошо, надо в следующий раз посмотреть, что вот если мне станет плохо, у меня прям есть такой, знаете, в телефоне такая запись, Ермилова, есть у тебя откат, и дальше я себе прям прописываю, что я могу сделать для того, чтобы мне полегчало. Сейчас я уже как-то у меня это вработано, и откатов у меня сильно меньше. Вот, а раньше я прям открывала и смотрела, и я все время думала, блин, вот когда, знаете, что-то бывает такое, сижу в уставшем состоянии, потом что-то сделаю, думаю, ёпка, вот сейчас не знаю, стоматология, что у меня, что у меня прямой эфир, и звонят, хотят мою дочь записать к стоматологу. Вот, поэтому будьте взрослыми и наблюдайте, тогда вы научитесь этими состояниями управлять, и вас не будет это пугать. Ну и вообще, по поводу вот этого пугания, не знаю, как это правильно, испуга, да, по поводу испуга того, что вот мне ничего не надо, мне ничего не это, вот это, знаете, в большинстве своём происходит от ваших там двух вещей. Первое, это ваше бездействие, такое часто происходит с человеком, который ни черта не делает, и когда только что-то начинает в своей жизни менять, у него сразу же идёт откат, ему не хочется. Это его страхи, это его великий обманщик просыпается в голове, который начинает его там колбасить. Такая история достаточно часто случается, и это такой, знаете, откат, когда вот вы открываете дверь, а там со стороны её закрывают, вот он такого рода этот откат. Бывает другая история, это когда вы… Ага, вот, хорошо, да, я как раз на этой почве отвечу. У меня всю энергию забирает работа, второй раз болею очень сильно, на этом месте работа, никогда так не было. Вот, смотрите, это немножечко другая история, но на самом деле она связана. В данном случае речь идёт о такой психосоматике, я бы сказала. Наше тело вообще, вот наше сознание, оно знает всё, наше подсознание, оно очень чувствует, оно очень энергетически связано со всей Вселенной, потому что мы есть частью большой Вселенной, такой энергетической паутины. Но я уже говорила вам о том, что мы не знаем этого, не любим этого, не хотим это слышать, но наше тело плотно с этим связано. И наше тело передаёт нам сигналы любые, путём или удовольствия, такого энергии, знаете, кайфа, когда ты думаешь, блин, поздно, весь вечер работал, весь день работал, а столько энергии. Либо наоборот, когда оно у вас начинает, что-то болит, что-то ломит, что-то вы начинаете хандрить, либо вообще какой-то орган вдруг начинает вести себя странно. Помните, как это, простите, пожалуйста, идёте куда-то, у вас расстройство желудка, вы не можете выйти. Поверьте, ваше тело, ну если вы, конечно, там не нафигачили селёдки с молоком, ваше тело очень прекрасно знает, что оно делает, очень прекрасно знает, оно, возможно, вас от чего-то уберегает, оно разговаривает с вами так. Когда вы приходите куда-то, и у вас вдруг начинает болеть голова, или вдруг начинается у вашего тела какая-то странная симптоматика, обязательно к нему прислушайтесь. Не начинайте ему говорить, что тело, тело самое умное, тело чувствует больше всего. Помните, встречаешь человека, и у тебя холодок, такой холодок, думаешь, что такое, вроде нормальный человек, а телесно вот так вот не можешь подпустить к себе, вот неприятно. Ты ему вдруг раз руку вот так вот там, или там, знаете, вот всех там целуешь в щёчку, а с этим человеком говоришь «Здравствуй», и не понимаешь, почему ты себя так ведёшь. Вот ваше тело очень умное, и, конечно же, если такое происходит на работе, и тело начало болеть, заставлять вас болеть, то надо увольняться просто немедленно. Я начинаю болеть, когда не хочу что-то делать, но делаю, переступая через себя. Тоже, вы смотрите, мы изучали, мы сейчас с вами немножко от темы уходим, мы на рерайтере очень плотно это изучали, момент как раз нашего тела. И вы должны быть очень аккуратны, потому что, например, когда вы не даёте, вот вы чувствуете, что вы устали, и вам нужно сегодня побольше поспать. Это вот про меня. И я себе говорю, «Ты что, вообще гонишь? Какой спать? На пенсии когда-нибудь потом? Оля, успокойся, ну вообще». Или там, «Иди на тренировку, ты должна соберись тряпка, ты чего? Ты типа должна идти». Но я чувствую, что моё тело, оно как-то мне говорит, «Я хочу сегодня отдохнуть». И тут очень важно понять, это кто говорит. Это говорит реально твоё тело, или тебя кто-то разводит. Вот прислушайтесь интуитивно, закройте просто глаза, прислушайтесь, и вот какой-то импульс первый словите. Если вы не научитесь слышать своё тело, то тело, как правило, когда оно вам намекает, «Нам надо отдохнуть, нам надо перегрузиться, нам надо отдохнуть», вы этого не замечаете, оно вас конкретно в болезнь заваливает. Просто заваливает. Я даже не хочу об этом рассказывать, что было со мной когда-то, там, пару лет назад, потому что я буду эти вибрации поднимать, но я очень хорошо знаю, как важно слушать своё тело. Поэтому прислушивайтесь всегда. Если вы чувствуете, что вот что-то не то, валите. Вот слушайте всегда с людьми разными, в ситуациях каких-то, куда-то вы пришли, вот чувствуйте это, и доверяйте своему телу. Вот вам стало неприятно, развернулись, ушли. У меня вот в 100% случаев всегда, я, например, бывает, переборюсь, я думаю, да ну, да ладно, да, детский сад. И потом я думаю, ёпсель, ну, первое моё ощущение было самое правильное. Так, т-та-та-та-та-та. Если карантин и мысли об этом забирают энергию, мысли о том, что это реально система управления нами, как вы к этому относитесь. А почему вы думаете об этом? Вы никогда не задумывались? Потому что вам не о чем думать о другом. Я в момент карантина думала всё время о своём рерайтере, о людях, которым я могу помочь, о том, как сделать это больше, ярче, интереснее, о том, как я могу в этой ситуации занять какое-то своё место. В зависимости от того, чем вы увлечены, это у вас растёт. И когда у вас нету увлечения, помните, ну, например, когда женщина влюбляется, да, это очень яркий такой, не знаю, в моей жизни это всегда было очень яркой частью, поэтому я всегда это помню больше всего. То есть, когда ты живёшь, живёшь, живёшь. У меня была такая тема, называлась «Зимняя любовь». В общем, я жила далеко от университета и от школы, и мне нужно было больше часа добираться. И если летом это ещё полбеды, то когда начиналась зима, мало того, что надо вставать, там, в 6.30 утра, всё темно, и мне надо было на зиму в кого-то влюбляться. Тогда я просыпалась с утречком, бодрячковая, я с самого юного возраста мою волосы каждый день. Я делала макияжечек, укладочку, придумывала себе там какой-то образ, потому что я знала, что я встречусь с ним. И это было зимой. На весну меня попускало. Мне не нужна была любовь, вот эта вся влюблённость весной, летом как-то всё было ок. Но зима я всегда знала, что у меня будет жёних какой-нибудь, потому что меня это греет. И причём мне даже, знаете, я сначала сама решала, кто это будет, и потом как-то вот он начинал за мной ухаживать. Вот у вас должно быть понимание, чем вы увлечены. Потому что если вы ничем не увлечены, вы будете находиться под влиянием телевизора, под влиянием людей, которые находятся в том состоянии, в котором находятся, а мысли людей, которые вас окружают, это мысли, которые заселяют вашу голову. Хотите вы этого или нет, вы как будто бы за большим столом, где все эти люди что-то приготовили. И вы сидите за этим столом и там со своей морковкой, но каждый накладывает вам в тарелку что-то своё. Господи, Оскар, Оля Оскар, за чудесный пример, который ты только что придумала. Вот что происходит, понимаете? Поэтому очень важно быть увлечённым своим блюдом, знать, чем ты живёшь, чего ты хочешь. Тогда ты вообще об этом не знаешь. Я честно вам скажу, я не знаю, какой у нас сегодня карантин, не карантин, какой у нас уровень, зелёный, фиолетовый, вообще не знаю. Я не знаю, какие уроки моим детям задали. Зато мои дети это знают. Они прекрасно знают, что я не лажу во все эти дела. Им нужно это контролировать. Ей ведь сейчас 5 лет, через месяц будет 6, она ходит в первый класс, и я уже не собираю ей никакой рюкзак. Я приучила их к этому, к этой самостоятельности и ответственности. И прекрасно, я туда не лезу, зато они эту зону контролируют. Учитесь каким-то образом находить такое взаимодействие своего. Будьте увлечены своим. Потому что иначе, если я буду увлечена всё время, сделали мои дети уроки, я буду мамой-квочкой, которая будет мешать жить своим детям и не иметь своей собственной жизни. Поэтому я не знаю там ничего про карантин, но поверьте мне, это только в вашем мире и в мире тех людей, у которых это есть. А есть полно людей, в чьём мире этого не существует. Просто мы этим не живём. Оно как бы есть, мы об этом слышали, но всё хорошо. Так, если залипаешь на человеке, головой понимаешь, что не то, а уносит, чувствуется беспокойство, внутреннее состояние тоже признак, что не стоит. Залипаешь на человеке, вы сейчас про любовь какую-то говорите? Или про что? А то я не совсем понимаю, о чём идёт речь, про залипание. Личные отношения, если мы говорим о них, это, ну, такая, знаете, отдельная совершенно территория. Мне кажется, что это такая территория театра, где раздаются разные роли. А про любовь? Про любовь. Но если человек вообще не отвечает вам взаимностью, то нахер он вам сдался. Это мой первый вопрос, если вы взрослая девочка. Вот. За время карантина проделала много работы, чтобы открыть магазин на ИТСе. Вложено много сил и средств, но продажи не идут. Опустились руки, хотя очень сильно нравится этим заниматься. Ничего вам не могу по этому поводу сказать, потому что не могу ничего по этому поводу сказать. Хендмейдерство – это совершенно отдельная история, в которой я никогда ничего не понимала. Честно вам скажу, и все всегда хендмейдеры на меня обижались, потому что я считаю это... В общем, я не считаю это бизнесом. Вот так. И я искренне восхищена тем немногим количеством людей, которые умудряются продавать свои работы очень дорого и так далее, и так далее, но я в этой теме совершенно не сильна. Я могу вам сказать, что в любом случае вот огорчаться точно не стоит. Любой опыт, который вы получаете, всегда понимаете, что это ваш багаж, всегда анализируйте его, что в этой ситуации было хорошего. Вот у меня было несколько лет мутарства, когда я ушла со свадеб, я начала поиск себя. И я очень много всего перепробовала, очень много денег во все вложила, и много времени, и энергии. Но я не могу вам сказать, что я о чем-то из этого сильно жалею, потому что это все привело меня к новой Оле. Очень важно идти вперед, очень важно продолжать, понимать, что ты вот держишься за какой-то канат. Вот помните, когда идешь, едешь по дороге, например, по трассе, и ты иногда едешь и не можешь поверить, например, что вот сейчас, находясь здесь, ты через какое-то время будешь находиться там, неважно, в Москве или в Париже, потому что ты сейчас в жопе, в селе. Но путь, он такой, он бывает разный. И очень важно не останавливаться и не делать выводы в этот момент. Ну все, капец, конец. То есть важно двигаться. И если вы чувствуете, что вы идете не туда, ну скажите, окей, хорошо, замечательно, тогда нужно подумать и сменить направление. Будьте мобильными, не относитесь к чему-то в жизни, как вот знаете, к провалу. Вот все, не получилось. Да нормально, ну классно. Когда-то этот опыт вам в чем-то пригодится. Вы поймете, что, ну вот мне, например, весь мой опыт, который у меня был там, в контексте бизнеса, в контексте жизни, сейчас очень сильно пригождается. Очень сильно. Важно задавать себе вопросы, важно себя раскручивать, важно понимать, чего я хочу, могу ли я прийти к тому, чего я хочу, этим путем. Потому что иногда, знаете, вот, ну как вам сказать, от маленького, от человека, который поет в переходе, до человека, который является звездой эстрады, на самом деле, там разница минимальная. Там какой-то один шаг. И случится этот шаг с вами или нет, зависит прежде всего от того, что есть в вашей голове. Если вы в своей голове, почему я работаю с убеждениями, с установками, вообще работаю в сфере мышления? Потому что очень часто человек не может достичь какой-то высоты, потому что у него такое количество убеждений в его голове, такая неуверенность и такое вот смятение, мелкость в голове, что ты просто не можешь это пробить. Вот этот фактор везения, который я раньше думала, где его взять, этот фактор везения? Он вот здесь. Он у вас тут. Вы его сами можете включить. Вот на рерайтере я могу сказать, что мы включаем тот самый фактор везения. У нас есть Аня, она очень прикольная. Ну, у нас все прикольные, но вот Аня, она в первом потоке, она уже полгода со мной, она в клубе сейчас и она рассказывала историю, как они пошли с мужем покупать очки и она нашла очки, которые ей нравились за 700 или за 800 евро, не помню. Но они решили с мужем купить две пары очков дешевле на эту же сумму. Ну, то есть условно две пары по 400 там или какие-то стоили дороже, какие-то дешевле. Вот. И когда начала продавецом это все, значит, там муж платил, он иностранец, когда продавец начал все это упаковывать, Аня ему сказала стоп и сказала своему мужу, что ты знаешь, я не хочу сейчас брать эти две пары очков, я хочу одни, которые я хочу. Если ты, типа, ну, против, выдели ту сумму, которую ты можешь выделить, я доплачу остальную сама. И говорит, он в этот момент так на меня посмотрел и купил мне эти очки, которые я хотела, и еще там вторую пару из тех, которые брал, которые ему понравились. И она говорит, для меня было такое достижение, потому что, ну, вот раньше я все время как-то велась, все время что-то там сомневалась, боялась сказать то, чего я хочу. Вот важно в голове изначально определиться, вселенная подстроится гораздо быстрее, поэтому вполне возможно у вас там что-то не фурычит, именно потому что тут есть какой-то зазор. Не факт, но может быть. Очень хочется понять, чем реально заниматься. Мыслей много, но что-то конкретное не выбирается. Нужно понять свой путь. Чем больше слушаю, тем больше понимаю ценность рерайтера. Ну, я всегда повторяю одно, если вы меня смотрите, рано или поздно вы обязательно попадете в рерайтер жизни. Я могу даже вам это гарантировать. Вот. Вопрос времени это всего лишь вопрос вашего ценности, понимания того, насколько вы хотите что-то получить быстрее, или вы считаете, что у вас еще все впереди. Поэтому через месяц, через два, через год, через три вы обязательно попадете. Вот. Вот и все. Получается, если мы будем верить в какой-то всемирный заговор против нас, то будет, а если не верим, несмотря на бред, который происходит, то его не будет. Получается, да. Получается, что так и есть. И любая история, ну, например, если мы говорим про всемирный заговор, или мы говорим про коронавирус, или про какую-то историю, вы должны понимать, как это работает. Да, то есть, есть какая-то история, которая, вот она рождается, как телек рождается, да, есть какая-то там новость, которую вдувают в телевизор, которую подхватывают все каналы. Если есть договорённости, то эти договорённости есть, и круглосуточно людям об этом говорят. Если вам будут круглосуточно говорить, что завтра прилетят инопланетяне, то, поверьте, мы начнём их бояться, и мало того, мы начнём их видеть. Мы начнём видеть проявления. Если вы, я не знаю, сколько вам лет, в 90-х годах, когда я была школьницей, была очень модная тема про инопланетян. И мы разговаривали с инопланетянами, мы карандашиками, они нам отвечали, да или нет. Мы видели тарелки, все фотографировали тарелки, хотя я не помню, на что люди вообще фотографировали на фотоаппараты какие-то. Все говорили об инопланетянах. И вот прям реально можно было поверить, что они здесь живут. Поэтому это происходит. Если вы почитаете Зеланда, у него есть такая история про маятники. Очень понятно объясняет о том, что любое, что такое маятник. Маятник – это, по сути, как и секта. Когда у нас появляется какое-то скопление, какого-то количества людей, которые думают и говорят на одну тему, у нас появляется свой энергетический маятник. И в принципе любое сообщество людей – это некий энергетический маятник, который включается. Как это происходит? Вы вот сидели и ничего не знали об этом коронавирусе. Представьте себе, тут вы включили телевизор, потом пришли к своим родителям и там об этом говорят, потом зашли в заведение, там аккуратно, коронавирус. И вот вы уже охвачены паникой. Так происходит, и на энергетическом уровне мы начинаем вибрировать и притягивать к себе всего этого больше и больше. Это факт, да. Так всё именно и происходит. То же самое представьте себе, что наше тело способно самоисцеляться на клеточном уровне, даже на уровне ДНК. То есть это же уже научно доказано, что люди исцеляются, самоисцеляются от рака, от большого количества болезней. Мы, например, в Рерайтере и очень много людей, которые занимаются разными практиками, лечат себя от головной боли, лечат себе какие-то проблемы, лечат, вот у меня вчера, например, что-то грудь разболелась. То есть с помощью практик мы проникаем в своё тело и помогаем себе. Это действительно работает. И когда это замеряется специальными приборами, то видно, каким образом, что это происходит. То есть энергетически наши клеточки включаются и начинают работать по-другому. Поэтому да, мы получаем то, во что мы верим. То есть в мире бесконечное количество реальностей, и каждый из нас выбирает свою. Это всего лишь один из вариантов реальности. Вы можете выбрать то, что вы удачный, успешный, и у вас это будет правда. Можете выбрать нечто другое. Вы можете выбрать, что для вас какое-то, например, лекарство или напиток будет ядом, а можете выбрать другое. И ваше тело будет ощущать разные вещи. Я понимаю, что в это сложно верить, особенно когда ты этим никогда не занимался. И вы знаете, я вам скажу больше. Я этим занимаюсь, и то я не всегда могу себя заставить в это поверить. Ну то есть, когда я рассказываю об этом другим людям, мне проще. Когда у меня что-то болит, я стянусь за таблеткой. И когда я себе говорю, подожди, сделай медитацию, проведи. И у меня тело говорит, ну Оля, ну возьми таблетку, и всё, и успокойся. Я ложусь, расслабляюсь, делаю себе медитацию, практику. Я говорю, да, абсолютно правда. По вере вашей да будет вам, но у нас действительно очень слабая вера. И вот рерайтер – это одна из историй, где мы эту веру укрепляем. И почему нам очень важно сообщество людей? Потому что когда люди, знаете как, рерайтер – это очень прикольная штука. Все приходят как в первый класс. Вначале, когда приходят люди, и ты читаешь, что они пишут, ты думаешь, боже, детский сад. Детский сад, никто ничего не соображает. Ну, просто детский лепит на лужайке. Проходит неделя, полторы, две, и вдруг я начинаю читать очень интересные штуки. Как люди себя анализируют, как люди рассказывают, что с ними происходит, как они начинают всё замечать. А потом прикольно то, что кто-то, например, задаёт мне вопрос. И люди, которые находятся в чате, начинают на него отвечать, делиться своим мнением. И отвечают точно так же, как бы ответила я. Хотя ещё недавно они не понимали этого. И я вот эту магию обожаю. Я понимаю, что, значит, каким-то образом мне удается донести информацию, причём в сжатые сроки, настолько быстро, что люди начинают сами это делать. И это такие кайфушечки. Я вам скажу больше, что когда они попадают в клуб, а вот сейчас у меня первый поток, который со мной стартовал полгода ему, это вообще уже другой уровень. Они уже такие разборы делают, они уже такими месседжами делятся. И я, когда общаюсь иногда с ними, с кем-то там живую вижусь, это просто, просто я понимаю, блин, насколько они крутые, насколько вообще это, ну, просто не передать. Это очень круто. Поэтому люди быстро просаливаются. Мне нравится, когда-то американский какой-то, не помню, бизнес-тренер рассказывал тему про банку с огурцами, что если положить обычный огурец в банку с солёными огурцами, то как бы чего он не хотел, он всё равно станет солёным огурцом. Ну, как бы он не держался, не пытался бы там, я не буду солёным, я обычный огурец, он становится солёным. Вот рерайтер, моя как бы задача изначально была создать вот эту банку, где человек бы волей-неволей просаливался, где бы он начинал понимать немножечко по-другому, быть более осознанным и соображать. Вот знаете, как вот в школу ребёнок там попадает, ну, почти каждый начинает читать, даже если он не читал, ну, все вокруг читают, уже вот какая-то движуха пошла. Так, после ваших эфиров стало не переносить людей, которые не хотят и плывут по течению, пассивных по жизни, особенно когда они себя считают умным и тебя идиотом. Ну, это тоже есть плохо. Вот я не могу себя назвать приверженцем какого-то конкретного человека в сфере изучения мышления и вообще мира, но вот у Зиланда мне очень нравится, я сегодня просто его часто употребляю, но я очень давно уже, честно вам признаюсь, его не читала и не слушала. Но практически у всех сходятся картины мира, что мне очень нравится. У него есть такой, не знаю, какой-то девиз, лозунг, главный трендсорфинг реальности, который я себе напоминаю каждый день. «Позволь себе быть собой, а другому быть другим». Вот не пытайтесь переделать других людей. Я каждый раз говорю себе об этом и другим. Не пытайтесь переделать других людей. Позвольте им быть такими, какие они есть. Чувствовать так, как они чувствуют. Проявляться так, как они проявляются. Никто не считает, что мы с вами там, ну, точнее, я не считаю, вот я правильная, а вот они неправильные. Нет. Мы, каждый из нас видит мир так, как он его видит. И у нас с вами есть огромный плюс, мы имеем возможность выбирать. Вот мы имеем возможность выбирать, кем быть, с кем быть. У нас сегодня для этого колоссальные возможности, даже хотя бы потому, что мы находимся онлайн. Да, часто раньше говорили, в моем городе нету, в моем селе нету, в моем районе нету, и у меня нет времени куда-то ездить. Все, мы сейчас все время вместе. Мы, у нас география обширная, у меня вообще, ребята, отовсюду. Австралия, Сиднея, что хочешь, короче. И Австралия, Сиднея. Молодец, Оля. По географии пятерка. И плюс заключается в том, что мы имеем возможность выбирать. Поэтому не нужно злиться на людей, на других, за то, что они другие. Не злитесь. Когда вы начинаете на самом деле расти, вас это перестает. Вот вначале это злит, но когда ваш рост начинает прогрессировать, вы это уже понимаете. И вы нормально к этому относитесь. И вы абсолютно как бы не пытаетесь, тут, знаете, как, не пытаетесь кого-то переубедить, или не пытаетесь кому-то понравиться, или не думаете, как вклиниться в коллектив. Вы становитесь самодостаточным. Вы понимаете и принимаете, что мир разный. Но ваш этот. И вы не хотите это, знаете, как вот я пью вот эту воду. Это не значит, что те, кто пьют другую воду, они плохие. И, ну, это не значит, что я должна их угощать своей водой или забирать. Нет. Если человек меня попросит, придёт и скажет, что, Оль, дай, пожалуйста, своей воды. Я ему дам. Я могу рассказывать вам о своей воде. Но насильно вас напаивать, да ради Бога. Мне часто говорят, а почему ты не делаешь вот пробную версию бесплатной? Да потому что я не хочу. Я не хочу, чтобы приходили люди, которым это вообще не нужно. У меня и так очень маленький вход там на пробную версию 5 долларов. Вообще смешно. Я хочу видеть людей, которые хотят меняться, которые сами к этому готовы. Просто им либо подходит моя технология, либо не подходит. Это тоже нормально есть. Никто же не говорит, что я там одна-единственная. Я вот просто такая. Я немножко не такая, как другие, потому что все мы разные. Абсолютно. У каждого свой характер, своя манера речи, своё видение мира. Да. Соответственно, не надо травить других, не надо пытаться думать, что вот они меня раздражают. Не надо. Сосредоточьтесь на себе. Каждый раз, когда вас кто-то раздражает, это говорит о том, что вы думаете сейчас о них. Вы оцениваете их, вы пытаетесь им рассказать, какими быть. Вы уже считаете, что вы лучше. Зачем? Сосредоточьтесь на себе. Я каждый раз, когда хотела посоветовать своей подружке, что ей делать с её парнем, я себе говорила, Оля, разберись со своей собственной жизнью. И сейчас любой человек, который задаёт мне вопрос, там, Оль, что ты думаешь мне делать? Я говорю, ты знаешь, мне бы со своей жизнью разобраться. Что мне со своей делать? Ты как-нибудь со своей сам. Потому что, когда ты начинаешь человеку давать совет, он говорит, нет, ты не понимаешь. Ну, конечно, не понимаешь. Естественно. Поэтому и не нужно. Так, читаем дальше вопросы. Как попасть к вам в группу? Скорее, попасть на марафон Рерайтер жизни просто. У нас 1 октября стартует новый поток. У меня есть ссылочка в профиле. Вы можете зайти и всю информацию там почитать. Там есть ссылка на оплату. Присоединяйтесь к нам, мы будем рады. Раньше я гуляла с ребенком и их мамочками. Когда начала смотреть Олю, то поняла, что мне, по сути, не нужно столько общения с мамочками на одни и те же темы. Стало интереснее заниматься собой. Ну, вот, видите, это прекрасная история на самом деле. Потому что, действительно, запомните это сравнение, что в тот момент, вот с кем вы дружите, тех еду вы едите. И в нашем случае это ментальная еда. То есть, если люди рассказывают о своих болезнях, проблемах, обсуждают коронавирус, безденежье, что-то еще, то это кушает ваш мозг. Они вам, как бы вы там, какой бы вы просветленный не были, хоть бы там вы целыми днями меня не смотрели, но если вы пришли за общий стол и позволили себя этим накормить, все. Поэтому ваша задача как взрослому человеку решать. Мне часто говорят, ну, а что мне делать? Ну, ты же взрослый человек. Ну, ты же взрослый человек. Ну, если ты приходишь, например, и в тебя говном кидаются, ты же не стоишь и не ждешь, пока в тебя это набросают. Ты что-то там принимаешь какое-то решение. То же самое, будьте взрослыми. Будьте взрослыми. Я все время говорю, я детей своих учу быть взрослыми. Они все время, а что если учитель? Я говорю, подожди, кто такой учитель? Учитель – это просто человек, который тебя учит. Это не царь, не бог, никто в какой-то такой апостаси с короной. Это обычный человек, такой же, как и ты. И решай с ним вопрос на таком же уровне, как и ты. Все. Не надо себе придумывать чего-то такого. Вот и все. Будьте, думайте головой. Нас научили мозг отключать, включать не научили. Так научите себя. Разрешите себе его включать. Так, здравствуйте, здравствуйте. Хорошо. Хорошо, друзья. Итак, давайте, у нас с вами еще немножко есть время. Если у вас есть вопросы, вы можете их задавать. Я пока поговорю, как всегда, сама. Значит, вернемся к нашей теме все-таки отката. Еще раз, понимайте, что, когда вы делаете какой-то толчок, есть все-таки обратка по физике. Такой момент присутствует, даже когда лодочка плывет, а ее как бы вперед-назад толкает. Поэтому прежде всего приучите себя к тому, что это нормально, но вы должны этим моментом важно управлять. Так, как быть в общении с родителями, постоянное обсуждение их болезней, проблемы, надо выслушать, помочь, хотя это очень тяготит. Не надо, не надо этого выслушать. Вы живете с родителями или нет? Во-первых, вы должны для себя принять решение, что вы все-таки отдельный человек. Родители замечательные люди в жизни каждого из нас, но это другие люди, вот. Это другие люди. И надо понять, что вы отвечаете за свою жизнь самостоятельно, поэтому вы для себя решаете, вы понимаете, как ведут себя ваши родители и менять их бесполезно. Поэтому вы, например, если мама, вы приходите, она вам жалуется, вы говорите, мам, вот смотри, у меня к тебе серьезный разговор, я тебя очень сильно люблю, прям сильно, но у меня сейчас такое дело, я не могу слушать вот эти вещи мне нельзя, мне запретили. Мам, прости, все. Поэтому мы с тобой можем обсуждать, смотри, я придумала, принесла список хороших вещей, о которых мы можем поговорить. Давай с тобой поговорим о том, как дядюшка Скрудж разбогател, давай поговорим новое платье, которое я купила себе лайма-вайкули, давай обсудим с тобой тему, значит, там, вот дом я хочу себе такой построить, что угодно. Да, мама может вам сказать, ты странненькая, если мама так скажет, вы говорите, мамочка, очень тебя люблю, тороплюсь. Все, пух, пока. Ваша задача выработать у мамы, дать ей возможность понять, что у нее есть миллион других людей, с которыми она может делать это, но не вы. Вот родители это вампиры, когда вы начнете, вот такие родители это вампиры, когда вы начнете заниматься самоосознанностью, саморазвитием, вы научитесь от этого отстраиваться, вы увидите, что вы не одиноки, что так много людей живут, и что многие люди научились от этого отстраиваться. У меня была другая история. Я своей маме решила рассказать изначально, когда я начала просветляться, это случилось где-то 12 лет назад, впервые, я маме решила прийти и рассказать, что вообще она все делала в жизни неправильно. Я просветлилась, я теперь поняла, в чем была проблема. И я, когда начала это все говорить, у меня начались очень серьезные психологические припадки, потому что у меня полилась агрессия, потому что я вспомнила все, что мама делала, то, что я могла вспомнить, я начала понимать, что вообще так нельзя было делать, а я была маленькая, а она это делала, и все манипуляции ее, и все, и у меня вплоть пошло до драки. То есть я начала набрасываться на маму, у меня были вот такие сильные припадки, очень, ну, это, например, случилась одна история, моя мама, мой папа ругался матом, и я, естественно, как настоящий ребенок, могла повторить что-то, и когда я повторяла что-то, мама меня била по губам, ну, так делала, получше по губам, ну, и вот у меня где-то включился этот механизм, и я это вспомнила, и я думала, что я маме отобью губы, я не могла остановиться вообще, и уже потом, у меня были периоды, когда я с ней вообще не разговаривала, то есть я очень сложно это переживала, и уже сейчас я понимаю, что этого вообще не стоило делать, вообще этого не надо было доставать, вообще это вот-вот вообще никак, но это произошло, это было, и я вам сейчас могу порекомендовать не менять маму, не объяснять ей сейчас, не надо, это ее жизнь, она сформирована, если мама захочет поменяться, она найдет для этого выходы, возможности, и сама будет заговаривать на эти темы, поэтому меняйтесь сами, но ищите, сейчас ведите себя с мамой, как будто бы мама ваш ребенок, представьте себе, что это ваш ребенок так себя ведет, но ведите с ним не так, я сказала, ведите с ним аккуратненько, хитренько, придумайте, повторяюсь, вы же взрослый, вы же взрослый, это важно, что делать, когда ничего не хочется, прежде всего, разобраться с вопросом, а почему мне ничего не хочется, что такого со мной происходит, что мне в моей жизни так не нравится, что мне не хочется, побыть таким психологом для себя, потому что не хочется же не просто так, у меня, например, был такой момент, когда я начала следить за своей внешностью, когда я поняла, что моя внешность плотно связана с моим настроением, и что когда мне не нравится, как я выгляжу, когда я поправляюсь, я не могу смотреть на себя в зеркало, это одна из причин, почему вы не видите, чтобы я поправлялась-то, у меня гуляющих 2 килограмма, от 48 до 50, все, а раньше у меня были гуляющие килограммы от 60 до 62, и когда вы начинаете задавать себе вопросы, в чем причина, я думаю, почему я не хочу ходить на свидание, почему не приглашают мужчину на свидание, а я говорю, я занята, хотя мне бы хотелось с ним сходить на свидание, разбирайте себя, почему мне ничего не хочется, в чем эта причина, берите ручку, листочек, вы что думаете, мы так все не делаем, прикиньте, делаем настоящей ручкой, шариковой, вот, и сидите, и пишите, выписывайте себя, узнавайте себя, понимайте себя, постоянно важно вести с собой разговор, если вы начнете это делать, вы эти вопросы мне задавать не будете, вы сами поймете, где корень, у меня корень где-то на поверхности, поверьте мне, у меня мама пытается меняться и просветляться, но при этом очень обижается, если ее мнение не совпадает с моим, вот, вы ей говорите, мамуль, ну смотри, вот, на тебе книгу «Трансерфинг реальности», подсуньте, Изеланда, скажи, вот смотри, мам, тут написано, позволь себе быть собой, а другому быть другим, мы с тобой разные люди, вот тебе нравится вот это пальто, а мне не нравится, зато мне нравится эта куртка, это нормально, вплоть до скандала, всегда пытаюсь сводить на нет, вот не позволяйте, тушите это, целуйте маму в лобик и убегайте быстренько, вы должны понимать, что у родителей выработаны определенные привычки, как и у нас с вами, и наша задача просто эти привычки поменять, вот и все, у меня, например, мама все время делала так, что когда папа возвращался домой, все заканчивалось скандалом, возле дверей, я на это смотрела несколько лет, я вот прям как сейчас, помню эту картину, где в какой точке они стоят, и я понимаю сейчас, что у мамы это уже было привычкой, вот уже привычкой, он шел, а она уже знала, что она сейчас на него наедет, она уже знала, она все знала, и он соответствовал ее ожиданиям, он готовился, он знал, что сейчас будет, и он понимал, что ему надо сделать именно так, это наша дурня, если мама просветляется, подсовывайте ей интересные книжки, подсовывайте ей мои видео, скажи, мама, иди посмотри на эту Олю, иди там, чтобы пусть у вас будут общие темы для разговора, чтобы вы могли говорить, просветляться, что же можно, знаете, с разных сторон, еще раз, будьте взрослыми людьми, взрослый человек, это человек, который умеет думать, который не боится принимать каких-то решений, ошибаться, экспериментировать, ну и хорошо, ну и замечательно, у меня сейчас недопонимание с мамой, из-за ее постоянного нытья о том, как ей плохо жить, а слова «я тебя люблю» очень не воспринимает, значит, старайтесь в такие моменты отдаляться от мамы, еще раз, вот не бойтесь быть плохими дочерями, там, или сыновьями, у мамы своя жизнь, и если мама ядом на вас капает, то ваша ошибка, то, что вы позволяете ей это делать, мама, папа, или ваш муж, отдаляйтесь в этот момент, я очень сейчас много говорю о том, что я разъединила, например, чувства, в контексте того, что чувствует человек ко мне, и что чувствую я к нему, вчера, если вы смотрели эфир, у меня такая появилась терминология, а я с тобой дружу, то есть вот человек говорит, я там с тобой не дружу, ты плохой, ты меня не любишь, ты говоришь, мамочка, я тебя очень люблю, пока, все, то есть, понимаете, есть то, что он чувствует, он же хочет от вас реакцию, он хочет, вот он так сделает, ждет, что вы так сделаете, а мы ему ты-ты-ты, и пошли себе в сторонку, когда у нее это вот, такой паттерн поведения, она увидит, она поймет, что бесполезно у вас штыки, вы уходите, и станет это неинтересно, все, вот все очень просто, как задерживать себя, не срываться на детей, сдерживать на себя, не срываться на детей, а вы всегда, опять-таки, когда вам хочется сорваться на детей, вы сядьте себя и разберите, вы подумайте о том, что я, вот такое хорошее упражнение, которое у нас есть, называется очень просто, вы в какой-то момент, когда вас штырит, или вообще любой, вы себе ловите, что я сейчас думаю, о чем я думаю, и следующий вопрос, а что я сейчас чувствую, и вот вы себя ославливаете, с чем у вас это связано, о чем вы сейчас думаете, что вас так штырит, и что вы ощущаете в этот момент, чаще всего ощущается беспомощность, я чувствую злость, почему, потому что я беспомощный, потому что я не знаю, потому что я устала, мои дети сейчас, значит, хотят моего внимания, а я чувствую, что мне хочется самому полежать, они как будто бы надо мной издеваются, а почему они надо мной издеваются, потому что они за мной соскучились, «Мои малыши, вы соскучились», старайтесь это разделять. Как только вас накрывает эмоция, старайтесь, я тоже, поверьте мне, у меня тоже, дай Боже, над чем работает, надо свалить. Надо свалить и подумать, что происходит на самом деле, почему сейчас я так на это реагирую, где у меня есть какие причины. Часто просто я своим детям говорю, девчонки, вот вы устали, я тоже устала. Вот вы сейчас сидите там, говорите, мама, иди отрежь мне колбаски. Ну ёптель, ну вы же взрослые, вы можете взять колбаску и отрезать. Зачем вы это делаете? Зачем вы всё время там что-то подрываете во мне? Давайте мы с вами договоримся. И вот мы разговариваем. Научитесь разговаривать. Помните, пусть вас мотивирует то, что то, чему вы сейчас научите детей, они к тому же будут учить своих детей. Будьте более рассудительны. Эмоция — это всегда включение, когда, знаете, наша защитная реакция, когда мы не знаем, что делать, мы включаем эмоцию. Помните, как ребёнок, он не может сказать, почему он орёт. Потому что он, когда он может сказать, он говорит, мама, я кушать хочу. Вы же не услышите, как ваша десятилетняя дочь плачет от того, что она хочет есть. Нет. Вот у нас включается вот эта эмоция, когда мы не можем переварить, мы не можем понять, что мы сейчас думаем, что мы хотим на самом деле. А я просто хочу, я начинаю орать, потому что я хочу, чтобы меня сейчас оставили в покое или пожалели. У меня, кстати, Ева очень смешная, которой вот 5 лет. Она очень чувствует, когда меня накрывает. Особенно, знаете, я там сижу, пишу, провела эфир, медитации. Они же у меня такие продвинутые. Ева мне человек говорит, и как там твой рерайтер жизни? Я чуть не упала. Она говорит, ты что думаешь, я твои эфиры не смотрю? Вот, и иногда, когда она чувствует, что меня, значит, где-то там подкрывает, она такая приходит, говорит, мам, ну успокойся, иди сюда, моя хорошая. Она кладёт мою голову себе на колени и начинает гладить. Дети очень крутые. Поэтому не недооценивайте их. Вы увидите в своих детях потрясающих друзей. Научитесь с ними разговаривать. Вокруг все что-то делают, такие успешные, я тоже и делаю, но в какое-то время чувствую, словно ничего не успеваю. Результат не тот, это тянет энергию. История о том, что, во-первых, нельзя себя ни с кем сравнивать. Когда вы сравниваете себя с кем-то, вы как будто бы вообще должны понимать, что у каждого есть свой некий такой путь, туннель в жизни, абсолютно у каждого человека свой. И для каждого этого пути даётся достаточное количество энергии и всего для того, чтобы вы были мегауспешны. Но в тот момент, когда вы смотрите на чужой путь и начинаете сравнивать, вы как будто бы говорите миру, я не доверяю тебе, я не доверяю себе, своим силам. И когда вы это говорите, ваши силы от вас уходят. Никогда себя ни с кем не сравниваете, ни при каких обстоятельствах, потому что это энергетически… Вот от вас ваши, считайте, давайте на таком языке поговорим, ваши ангелы-хранители в этот момент от вас улетают. Они говорят, а, ты на тех хочешь, ну, те уже заняты, а мы тебе не нужны, мы полетели. Всегда сосредотачивайтесь на себе и растите по соотношению к себе. Станьте эгоистом. Смотрите все мои эфиры, где я говорю, станьте эгоистом. Сосредоточьтесь на себе. Когда ты смотришь в цель и едешь за рулем вперед, ты едешь гораздо быстрее, чем когда ты смотришь, обгоняет тебя кто-то или нет. Помните об этом. Народной мудрости. Ваши дочки часто с бабушкой общаются? Да, мои дочки обожают бабушку, причем моя старшая дочь вообще ее обожает. Это очень такой для меня интересный момент. Я вообще не любила бабушку. Ну, не то, что не любила, быть с бабушкой не любила. А моя дочь обожает и одна, и вторая, и они уезжают с удовольствием к бабушке, и приезжают в бабушку. Ну, вообще у меня клевая мама, конечно, она очень на меня сильно не похожа по характеру. Она сильно мягкая, сильно вот, 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 сильно другая, но клевая. Но ездить на ней можно, конечно, эгэй. Поэтому, ну, не поэтому. Вот Алиса ее как-то чувствует вообще как очень близкого человека. Вот когда говорят про какую-то, знаете, вот эту связь, многие рассказывают, у меня такого никогда не было, близкая связь с бабушкой. Вот моя Алиса приблизительно такая же. Так, если у нас вообще должен закончиться прямой эфир, почему-то он не закончился. Он стал больше часа идти, вы не в курсе? А то я боюсь, что он меня вырубит. Поэтому задаю этот чудесный вопрос. Так, ты крутая, благодарю. Есть Паэль Ирин, проявляет интерес, мне это нравится, но внутри понимаю, что не мое. Как разобраться, проблемы во мне, вообще не надо ни в чем разбираться. Если я понимаю, что это не мое, не надо разбираться, не трать свое время. Просто реши, я хочу поиграться, я хочу пережить какой-то роман, я не собираюсь выходить за него замуж, там, все, просто хочу, окей. Или просто не хочу, не заморачивайтесь, не надо лезть в глубины, там, где в глубины лезть не надо. Вот не утруждайте себя, относитесь к жизни проще. Кто из Украины знает, есть приватбанк, есть монобанк. В монобанке только на кнопочку ткнул, попал, все, будьте монобанком. Тыкайте на одну кнопочку, все должно быть максимально просто. Максимально простой интерфейс, максимально простые отношения. Понимаете, гардероб максимально простой. Одна со второй вещью прекрасно сочетаются, третью, четвертую у тебя идеально. В отношениях, ты мне нравишься, ты мне нравишься, супер, давай, дружи, давай, дружи. Нам вместе интересно, у нас есть общие темы. Если все сложно, нахер оно вам надо? Зачем оно вам надо? Не надо вот это себе придумывать. Все может быть замечательно. И все будет непременно замечательно, если вы выберете этот вариант. Вы же сами выбираете сложный. Изначально, вот сложно, зачем? Хотите хлебать? Хлебайте. Но осознанно говорите, я выбираю сложный, потому что мне нравится хлебать всякую какашку. Или мне нравятся сложности. Ну, супер. Так, еще не могу принять дочь своего мужчины от первого брака. Раньше все было норма, теперь она меня прям бесит, и мне не стыдно, ей не показываю этого. Ну, я тут, знаете, нет, я не психолог, не могу вам в этой ноте помочь. Вот, я думаю, что это лучше поговорить на эту тему с каким-то профессиональным товарищем. Итак, друзья мои хорошие, спасибо вам большое за этот эфир чудесный, за то, что мы с вами провели это время. Я надеюсь, вам было сегодня полезно и интересно. Я всегда прошу оставить комментарии тех людей, которые досмотрели этот эфир, чтобы те, кто его не смотрели, понимали, стоит ли им час времени инвестировать в меня или не стоит. И, конечно же, как всегда, я приглашаю вас на Рерайтер жизни, который стартует у нас 1 октября, следующий поток. Информация вся с миллиардом отзывов и прочих вещей у нас присутствует в профиле моего Инстаграма или под видео, если вы будете смотреть его на Ютьюбе. Любые вопросы вы можете мне писать в Директ, если вы не будете хамовитые наглые, то я вам непременно отвечу. Всё. Как послать энергию в космос, об этом мы поговорим с вами на Рерайтере жизни. Хотите изменить свою жизнь, хотите научиться ей управлять, хотите разобраться со всем, welcome, на Рерайтер точно поможет. Всем пока.